Вести Карачаева, Черкесия 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 Например, фирма Марсали, которая раньше занималась пошивом постельного белья и трикотажных изделий для детей и взрослых получила заказ от Министерства промышленности и Торгово-промышленной палаты Карачаева, Черкесия и теперь она производит спецодежду Предприятие на безвозмездной основе уже направило нашим военнослужащим теплые шапки собственного производства Вся остальная продукция, которая отшивается, будет реализована по сниженной цене. Кроме того предприниматель республики Замир Хапсироков после обращения регионального правительства перепрофилировал свой цех на пошив шапок и балаклав для наших ребят, принимающих участие в специальной военной операции С 31 октября по 3 ноября на площадке региональной общественной приемной партии «Единая Россия» пройдет неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Обращения жителей республики рассмотрят депутаты всех уровней, а также представители профильных ведомств и организации Карачао-Черкесии Приемы граждан будут проходить ежедневно с 10 до 13 часов по адресу Черкесск, Ленина, 154 Записаться на тематический прием и задать вопрос можно по телефону 8 878 2 20 12 12 и 20 01 11 По результатам всероссийского конкурса «Регион для молодых», который проводило Федеральное агентство Росмолодежь 42 субъекта страны получат субсидии на развитие молодежной политики В числе победителей Карачаева-Черкесия, которая получит на развитие молодежной политики более 57 миллионов рублей В этом году на конкурс заявился 51 субъект Оценивала инициативы экспертная комиссия Представители органов власти и бизнеса Руководители некоммерческих организаций Креативных проектов и агентств Специалисты по связям с общественностью И топ-менеджеры медиасреды Программа продлится еще один год Поэтому общая сумма субсидий Выросла на 5 миллиардов рублей Соответственно, таким образом 15 миллиардов рублей было выделено Росмолодежи из федерального бюджета Для развития молодежной политики В регионах на 2023-2025 годы То есть по 5 миллиардов рублей ежегодно Продолжаются работы По капитальному ремонту дамбы На реке Малый Зеленчук Работы ведутся в ауле Адыгихабле На берегоукрепительной дамбе Протяженностью 2450 метров Ремонт позволит Защитить порядка 500 человек Их домовладений И приусадебных участках от подтоплений Общая площадь территории Затопления составляет Более 50 гектаров В зоне возможного подтопления Также расположены Объекты инфраструктуры Населенного пункта В общей сложности Проведение работ Позволит предотвратить Ущерб от негативного воздействия Вод в размере Более 1 миллиарда рублей Кроме того Продолжаются работы По капитальному ремонту Двух дамб на реке Ишкакон В селе Джага В июле текущего года Досрочно завершены работы По капитальному ремонту Двух дамб на реке Тиберда В Карачаевске Напомним, ранее досрочно Были завершены работы По строительству Берегоукрепительных сооружений Вдоль реки Уруп В Преградной И реконструкция дамбы Реки Тиберда В Карачаевске Всего с 2012 года В республике построено И отремонтировано Порядка четырех десятков дамб В целях реализации Информационных технологий В образовательном процессе В этом году 18 школ Карачаевске Оснащены современным Цифровым оборудованием 17 из них Находятся в сельской местности Реализуется проект В рамках федерального проекта Цифровая образовательная среда Национального проекта образования Всего с 2019 По 2022 годы Современным цифровым оборудованием Оснащены 153 образовательных Организаций республики До 2024 года Еще 33 образовательные организации Будут охвачены данным проектом Что позволит обеспечить Современной цифровой техникой Все региональные школы Порядка 50 человек Примут участие В создании нового Туристического маршрута В рамках первого Передвижного форума Кавказ-Дом Который пройдет На территории Карачаева-Черкеси С 28 октября По 1 ноября При поддержке Министерства туризма И курортов в республике Спикерами площадки Выступят Проректор по молодежной политике Карачаева-Черкесского Госуниверситета Расул Динаев И руководитель Туристического центра Айланда Тур Ибрагим Узденов Подробности У Расула Динаева Форум называется Кавказ-Дом Пройдет Он как начало Зарождения Нового туристического маршрута У нас в республике Так называемого Храмового маршрута Который мы Сейчас разрабатываем Он стартует От Шуанинского храма И идет до Синтинского храма Протяженность Более 20 километров У маршрута И разные варианты Будут там Пеший Автомобильный Сейчас мы разрабатываем Пеший маршрут И в нем Задействовано В этом проекте 40 участников Это получается 4 команды По 10 человек Между которыми Будут и различные Спортивные состязания И в том числе Они будут помогать В благоустройстве Этого маршрута Планируются ночевки На плато Дардон И Бурош Сорты В палаточном лагере Будет небольшая Образовательная программа В целом Будет посвящено Теме Туризма В нашем регионе Как мы уже сообщали На курорте Архиз Проходит Межоригинальный форум Межкультурный диалог Его участников Активную И творческую Молодежь Из Карачао-Черкесии Кабардино-Балкарии И Адыгеи Поприветствовал Министр по делам Национальности Массовым коммуникациям И печати республики Альберт Кумуков Он отметил Важность мероприятия И пожелал ребятам Успешно защитить Свои проекты В рамках форума Уже прошло Пленарное заседание Диалог культур И развития сотрудничества Участниками которого Стали представители Правительства Карачао-Черкесии Кабардино-Балкарии Духовенство И молодежь Кроме того В программе форума Круглый стол Профилактика Экстремизма В молодежной среде Основными темами Которого Станут Особенности Саморегуляции Экстремистских установок В молодежной среде И роль вуза В обеспечении Межкультурного диалога Завершится Межкультурный диалог 28 ноября Защита и проектов Участников И награждением победителей Учитель музыки Псоучитахской школы Дана Хомукова Представила регион На масштабном концерте Приурочном К Международному дню Учителя В Государственном Кремлевском дворце Мероприятие Стало ключевым В рамках Большой учительской недели В ходе концерта Состоялась и Церемония награждения Лауреатов Конкурсов Профессионального Мастерства Для педагогов Дана исполнила Песню вместе С Родионом Газмановым Зрители Также увидели Выступление Победительницы Всероссийского Конкурса Большая перемена Елизаветы Долженковой И лауреата Премии Президента России Финалиста Шоу Голос Олега Акуратова В рамках Седьмого Межрегионального Фестиваля Адыга-Абхазских Театров Наш Кавказский Меловой Круг Стартовавшего В Майкопе Черекесский Драматический Театр Имени Мухарбека Акова Представит Спектакль Маменькин Сынок Драматурга Из Карачаева Чекеси Зураба Бикмурзова В постановке Режиссера Из Кабардино-Балкарии Анзора Имкужева Рассказывает Автор спектакля Зураб Ну и последняя информация Студенты Республики Приняли участие В спортивном турнире Посвященном столетию Карачаева Черкесии Более пяти Десятков Юношей И девушек Попробовали Свои силы В командном Трейл-раннинге Это бег По природному Рельефу Первыми До вершины Дошли студент Международного Открытого колледжа Современного управления Имени Абрекова Расул Узденов И Альбина Татаркулова Из гимназии Номер 4 Радио Россия Карачаева Черкесия Погода По данным Оригинальных Синоптиков Завтра По Республике Ожидается Облачное С прояснением Погода Местами дождь Ветер западный Пять-десять метров В секунду Днем В горах Порывы достигнут Четырнадцати метров В секунду Температура воздуха От восьми До тринадцати Градусов Тепла В горах Местами Плюс два Семь В Черкесске Небольшой дождь Ветер западный Пять-десять метров В секунду А столбик термометра Поднимется До двенадцати Градусов Выше ноля Таковы некоторые события Республики Информационный выпуск Провела Рита Нирова На правах рекламы Паралундра Пираты захватили Кисловодск Захватывающий цирковой шоу С 29 октября В Кисловодском цирке 2.96.58 Спешите узнать Тайну пирата Вы слушали Радио России Карачаева Черкесия До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова